Развитие кинематографа и обучение искусству съемки обсуждались на традиционном приеме граждан. Его в понедельник провел депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев. Наша съемочная группа наблюдала за общением. Иван Демидов уже много лет проводит в Верхней Волжи кинофестиваль «Детское кино детям». Постепенно этот успешный проект даже получил характер всероссийского. Однако в нынешнем году пандемия внесла свои коррективы. Спонсоры согласны внести не более трети от суммы, нужной для проведения форума. Директор Тверь Госфильмофонда обратился за помощью к депутату Госдумы Владимиру Васильеву. На проживание, на питание участников, соответственно, на проведение мастер-классов, на просмотр этих фильмов требуется где-то порядка 550 тысяч рублей. Беремся, работаем, посмотрим. Когда эта сумма необходима, к какому сроку? Если это будет в конце марта, вполне устроено. Кроме того, на встрече, в которой принимали участие представители ряда региональных министерств, шла речь о популяризации кинематографа, а также искусству видеосъемки и монтажа. Заместитель министра здравоохранения Алексей Давыдов предложил наладить сотрудничество Тверь Госфильмофонда с Медуниверситетом. Пандемия привела к тому, что высшее образование во всех ее аспектах вынуждено замещаться от точного образования, оно дистанционное. И для нас крайне важно развитие видео лекций, видеосеминаров, видеоконференций. А подготовки в самом университете, конечно, нет. Владимир Васильев положительно воспринял эту идею, равно как и проведение факультативных занятий по кинематографу в школах. Правда, все это надо притворять в жизнь после тщательной проработки и в тесном сотрудничестве с Министерствами культуры и образования, отметил парламентарий. Продолжение следует...